Девушки отдыхают Тебя нет! Вонючий, слухачий Я продал наше приложение за 4 миллиона долларов Я не могу уехать, у меня же свадьба А у меня ребенок Блин, а где база? Где все? Владимир, скопировал все на удаленный цервак А у нас все снес А сам сбежал По машинам! Владимир, верните приложение Пожалуйста Вонючий случай Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наконец-то, вонючий случай Чего смотришь? Ложись Нет! 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 Он вообще меня слышит? Может слышит, может нет Вообще реакции речи и двигательной функции отсутствуют Подождите, мне по телефону сказали, что его выписывают Все правильно Наше дело было собрать Хотя бы примерно как было Ну а реабилитации там, в Германиях А сознание вернется? Он что-нибудь вспомнит? Может вспомнит, может нет Ага Давай или забирай, или я его в интернат оформляю Ну вы хоть расскажите, как с ним обращаться Кормите не твердой пищей Держите подальше от обрывов Ага Да Эй Анатолий А? Анатолий, а что тут делаете? Ты что? Да ничего Сарай у нас еще дубак К вам зашел, на пол лег На полу то ждуло Что-то на автомате втепло залезть к вам Ой Может надо было на автомате поискать себе отдельное жилье? Говорю ждуло Анатолий, а можно, чтобы завтра ваша дула не упиралась в нас? Ладно Я решу этот вопрос Свей, что ли, наконец-то? Да нет Сарай буду утеплять Слышь, пухлый Копилку прикрой Или так на свадьбу собираешь Не смешно, товарищ лейтенант Ну что там, Никитос? Прыгуна везет? Да, написал, что забрал, скоро будут А это что? Не веришь, что выздоровеет ваш пациент? Это новая яма для туалета Старая переполнилась Вы же москвичи У вас много этого самого удобрения Товарищ лейтенант Что это? Это история, которую мы бережно храним Тут в каждой грядке арсенал Просто вашу давно не перекапывали И что с этим делать? Утилизировать У нас кто нашел, тот и подрывник В смысле? Не тормози круглый Откапываешь, везешь на полигон Поляна у нас такая специально все знают Шмаляешь по нему и свободен Чем шмаляешь? Точняк Вы же у нас одни безоружные На Я не умею Ты же на службе Вот учись Смотри только без косяков Меня напрягает, что Анатолий решил утеплить сарай Это значит, что он здесь надолго Надо уезжать Толика Ты что? Сарай Тогда он точно начнет шевелиться и думать, куда переехать А как сжечь это? Подержка самогонщицы Возьмешь у нее опервак Он горит лучше бензина Я за фанерой отскочу Ага А Толику потом что скажем? Угу Скажем, проводку укоротнула Давай быстрее, пока он уехал Да еду Че ты дергаешь? Двери так на соплях держатся Ты кто такой? Майор Филатов Здравия желаю, товарищ майор Далековато занесло вас Элит Москву опять расширили, а мы проспали Лейтенант, знаешь этого человечка? Ну Пересекались А че такое? Да запрос поступил Из американского консульства Пропал, на связь не выходит Там какая-то большая сделка подвисла Да он не пропал, его вот Из больницы должны привезти Из больницы, а че он там делал? Там Долгая история Ну поехали по дороге, расскажешь Музыка 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 Ты что здесь делаешь? Хотел что? Я? Ага Да это… Вот пришел помочь Сарай утеплить А это что? Это... Это утепление для нас. Ну, у вас же так принято, что веселее работалось. Вот что там в Москве за кого нас принимаете? Вы что, серьезно думаете, что мы здесь все пасинки делаем? Извините, стал заложником стереотипа. Я сейчас унесу. А ну, да, тормози. Принес уже. Давай по стаканчику тяпнем и наверх перетаскаем доски. Давай. На, на, стоп, себе. Есть. Давай. Вот он, ваш Марченко. Живой и невредимый. Почти. Что с ним? Прыгнул. С обрыва. Лейтенант, давай с тобой мы потом побеседуем. Ну, если вкратце, он украл у нас приложение, пытался сбежать и упал. А вы кто? Да это альтернативщики наши, я же рассказывал. Я же попросил помолчать. Ну, да. Я, Никита, здесь, на альтернативной службе. Мы с друзьями разработали приложение. Вот он его украл, хотел американцам продать. За сколько? За четыре миллиона долларов. И сам прыгнул? Ну, да, сам. А кто-нибудь видел, как он сам прыгнул? Да все видели. Все. Молчу, товарищ майор. Так, давайте всех ко мне. Открываю участок, начинаем допрос. Завтра, Зая, что невесть, новый дом от Пентли Крюч. Но пока все есть, как есть, что ни случай, то вонючь. Тут на тропах ногу сломит, самый на тарелы черт. Но все будет ровно, если рядом братское плечо. Плевать, какие там прогнозы. Выпали на долю нам. Важней всего погода, о которой лево тролли. Наши втуга черные полосы. Народит, подбросит, но мы все вопросы. Как зайцы в полночь траву подкосит. Все будет, все будет, Зая. Как в том зири, I am very well. Все будет, но ведь не зря я. А любви, сколько песен перепел. Все будет, все будет, Зая. И пусть, как бы, сам не знает, без. Но все будет, все будет, Зая. Все будет, все будет, Зая. У Маслова день рождения был. Но мы праздновали, как обычно. Потом суета какая-то началась. Все сели по машинам и погнались за ним. Да я вообще ничего не поняла. Смотрим, он к обрыву бежит. Ну, мы за ним. А ему деваться-то некуда. Ну, он подумал, подумал и сиганул. Как он прыгал, я не видела. Я на поляне осталась. Может, у него какие-то проблемы с головой были после того, как его папа на машине сбил? А папа это у нас кто? Папа? Это я. Так, интересно. Ну, рассказывайте, как сбивал, при каких обстоятельствах. А он что, его сбил? Я слышал только, что он в него стрелял. Ну, вообще, я в другого стрелял. Просто попал в него. Да проклят он. И вот то подстрелят, то переедут, то ножом проткнут. Ну, здесь точно не я. Никита. Но он без логоумысла. Понятно. Ну, давайте Никиту сюда. Ира, у меня небольшой файл. Артемий, тебя кто так накачал? Она, турист. Товарищ Стенант, сейчас неудобно говорить. Никитос, тут у следака вопросы возникли. Давай быстро дуй участок. Да я Владимира мою, мне еще брить его. Давай бегом, а то нас с тобой тоже побреют. А, понял, понял. Так. Я быстро. Короче, можешь хотя бы из сараева увезти? Я сама все сделаю. Это легко, полыжий. Это легко, полыжий. Я еще раз объясняю. В тот момент я думал, что Владимир, это галлюцинация. Именно поэтому я кинул в него нож. Галлюцинация, значит. И кто это может подтвердить? Артемий и Денис. Я могу. Не сомневаюсь. Получается, что вы случайно кинули в него ножом. Потом случайно выстрелили. Потом случайно сбили его машиной. А потом он сам бросился с обрыва. Так? Да. Ну а теперь давайте я вам расскажу, как все происходило на самом деле. Вы действительно разработали приложение. И Марченко захотел его у вас купить. Он приехал сюда, отдал вам деньги. Вы передали ему приложение. Потом он продал его американцам гораздо дороже. Вам это не понравилось. И вы решили, что он должен был с вами делиться. Вступив в сговор с сотрудником полиции, вы пытали, избивали и насильно удерживали его в деревне. А когда он попытался бежать, вы сбросили его с обрыва. После чего вы запугали всю деревню, а теперь забрали его из больницы, чтобы добить. Логично? Логично. Нет-нет, все не так было. Лейтенант, сдавайте оружие. У меня не с собой. А где оно? Дома. Забыл. Салют, наверное. Ну ладно, я отдал пистолет, чтобы им взорвали снаряд. Снаряд. Ну да, снаряд. С Великой Отечественной войной. Ванючий случай-то звучит еще хуже, чем салют. Лейтенант, включи от камеры. Телефон издаем. Лейтенант, включи от камеры. Телефон издаем. Товарищ лейтенант, тут это, такое дело, я стрелял в него, но не попал. Ясно, и что с ним? Короче, просто закопал поглубже. А где? Где вы и сказали, на полигоне. Мне пистолет в участок вам нести? Да. Пацаны, полигон где тут у вас? Вон там. Субтитры сделал DimaTorzok А вы что в камере? О, Дэн, ты можешь сбегать домой? Там у нас мужик, следователь из Москвы. Нужно, чтобы ты ему все про Владимира рассказал. Я причёснул. Позвони, пусть придёт, подтвердит. А сразу нельзя было сказать, когда я вам звонил? Когда ты мне звонил? Только что. Спрашивал, куда пистолет нести. Сказал, что снаряд закопал, чтобы попасть в него не смог. Круглый, а ты когда со мной разговаривал, слово «снаряд» точно фигурировало? Да не помню. Чё происходит? По дороге расскажем. Свою руку в рот кабану, там запасной ключ. Эрка, чё случилось? Не знаю, Толь. Сама только подошла. Может, проводку-ка роднула? Сама, твою мать, а москвич где? Так он же с тобой должен был быть. Кстати, где он? Так он спать лёг, бухой. Где? Это артель и горит? Походу. Надо вернуться. Сейчас не до этого. Толя в цирке помог. Товарищ майор! Не копайте там, не надо. А ну-ка, отошли. Я уже вызвал криминалистов и опергруппу. Да там снаряд. Ага. Вонючий случай. Предварительная контузия средней тяжести. Ну, жить будет, ничего страшного. Подпиши. С моих слов записано верно. Ну, сам знаешь. И ксиву сдавай. В смысле ксиву? А ты как хотел. Человек из Москвы, это залёт. Мужики, вы чего? Он же сам. Он сам подорвался, а Марченко? Тоже сам, все же подтвердили. Они сейчас всё, что угодно подтвердят. Вот пока он лично нам это не расскажет, мы отстраняем тебя от должности. Так он же не разговаривает. Он вообще еле живой. Вот и смотри, чтобы он не отъехал. Ты у нас первый подозреваемый. Всё, давай, ксиву и ствол. Давай, давай. Денис, дай пистолет. Денис, дай пистолет. Ах, зачем эта ночь Так была хороша? Не болела бы грудь, Не страдала бы душа. Полюбил я её, Полюбил горячо, А она на любовь Смотрит так холодно Папа, ну ты чего? Катя, не надо. Пойдём. 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 Ах, зачем? Ах, зачем? Ах, зачем? Ах, зачем?